Я хозяйка Козлова, Ирина Николаевна. Здравствуйте, Юрий Пёч Поляков. Очень приятно, Ирина. Здравствуйте, женщины. Юрия Полякова встречают жители улицы Набережная в хуторе Большой Разнокол. Не скрывают, ждали с нетерпением, чтобы из первых рук получить ответы на свои вопросы. По порядку, давайте. Нет, нет газ наш. Значит, давайте я вам объясню про газ. Давай за газ расскажи. Значит, за газы. По Большому и Малому Разноколу в этом году мы строим газ высокого давления. Значит, первый аукцион мы уже отыграли, сейчас мы выходим на второй этап, размещаем аукционную документацию. Это софинансирование с краем. То есть, газ высокое давление сюда в этом году придет. Дальше мы уже сможем строить низкое давление. Низкое давление строится за счет жителей, в том числе, разводится низкое давление уже по дворам. Значит, для того, чтобы это жителям было посильно, есть программы у нас краевые, Министерство сельского хозяйства. И там софинансирование краевое, муниципальное, и в том числе софинансирование жителей. Законодательство таково, что для строительства разводящих сетей людям надо объединиться в кооператив. Государство заплатит 80%, оставшиеся 20% должны собрать жители. Еще одна наболевшая проблема, особенно для небольших населенных пунктов – дороги. Люди говорят, в отсыпке нуждается улица Набережная, Южная и Мира. Почему сельский глава не собрал эти заявки, для Юрия Полякова непонятно. Щебень в округа муниципалитет выделяет бесплатно. Надо больше – добавят. Главное – грамотно распорядиться им. Мы же собирали заявки, ты понимаешь, мы говорили, дайте нам заявки, сколько кому нужно щепить. Вы мне полторы тысячи кубиков. У меня скорая. Коль, ну если нужно, будем давать. А сколько ты взял? Взял я в отбору, отказались. Взял я в отбору, отказались. Взял я в отбору, отказались. Взял я в отбору, вывез я где-то 1200 кубиков. Для тебя это мало. То есть еще надо, да? Другой вопрос. То есть вот ты заявки собери везде. Не просто шо, где ты захотел. Сельские жители – люди простые. О своих житейских проблемах и обидах говорят прямо. Вот, например, жалуются на невнимание к единственному старожилу хутора – Надежде Тимофеевне. Ей в этом году 94. Юрий Поляков с бабушкой познакомился, пожелал здоровья, а на прозвучавшие просьбы дал поручение оказать всестороннюю помощь. Боровское поручение – прислать сюда врачей у бабушки на месте, взять здесь анализ крови, все анализы. Куда ж? Ее ж не повезешь никуда. Молодежь тоже дождалась и взяла слово. Давно здесь ждут спортивную площадку. Говорят, в Юровке построили, а когда – в Разноколе. У нас депутаты давали деньги. Там есть у нас спортивная площадка? Да. Значит, в этом году мы сделали уже проект, прошли государственную экспертизу и входим, сдали документы в край на следующий год на финансирование. Это спорткомплексная, да? Комплекс, большая спортивная площадка. Это будет современная многофункциональная площадка. А пока временно депутат Нечаев пообещал завести песок на самодельное футбольное поле.